Так вот, Египетский мост, рядом с которым мы сейчас находимся. Это тот самый интересный мост, про который рассказывают на уроках физики периодически. 20 января 1905 года через этот мост переправлялась... Ну, как переправлялась? Переходила рота кавалерийского полка. И когда она переправлялась, навстречу ехало несколько возниц, и мост немножечко упал. Немножечко совсем. Никто, правда, не погиб. Так повезло, что все, значит, уцелели. Всех из Фонтанки благополучно достали, речка Фонтанка. Но по этому поводу есть разные теории. Значит, тут же появилась теория, что виноваты во всем этом вовсе даже те сфинксы, которые тут стоят. Потому что они их из Египта привезли, и они наслали проклятие, и за это мост и рухнул. Ну, сфинксы, на самом деле, сделаны вовсе даже не в Египте, а их здесь как раз для строительства этого моста отлили. Поэтому есть вторая теория. Вот в одном из этих домов, такая романтическая, в одном из вот этих домов двух, которые стоят, жила одна милая девушка, у которой был приятель из офицеров. И этот приятель ее бросил. А в один прекрасный день она подходит к окошку и смотрит, а этот офицер вместе со своим солдатом переходит через мост. Ну, и девушка сказала, что кто-то провалился. И что характерно, он тут же и провалился. Вот. Это вторая теория. Третья теория, что так как солдаты шли в ногу, случился резонанс, и из-за резонанса мост рухнул. Ну, а самая прозаическая теория и самая справедливая, это то, что когда проводили расследование, оказалось, что во время ремонта моста поставили некачественное железо. И в одной из рухнувших баллов обнаружилась каверна, которая, собственно, привела к тому, что мост под нагрузками развалился. Ну, а все остальное рассказывают теории. Вот такой египетский...